Российские ученые создали прототип скоростного НЛО. Российские разработчики создали уникальный летальный аппарат, принцип передвижения которого схож с принципом движения инопланетных кораблей. Работа сверхсовременного летального аппарата основана на эффекте Бифельдебрума, который позволяет любому объекту левитировать в воздухе с помощью электричества. Как выяснили российские ученые, именно по такому принципу по воздуху передвигаются НЛО. Данное открытие, по словам разработчиков, было сделано еще в 1929 году, однако долгие годы было засекреченным американцами. Российским специалистам удалось раскрыть секрет создания нестандартного воздушного транспорта и создать его макет, который был представлен в рамках фестиваля «Наука-2015», проходящего сейчас в Москве. О новой разработке журналистам поведал глава молодежной лаборатории по изучению эффекта Браума Михаил Лавриенко. Данное открытие дает нам возможность создавать принципиально новые виды транспорта. Оптимальная форма летательного аппарата – диск, поскольку он более маневренный и жесткий. Летательный транспорт нового поколения можно построить любых размеров. Он может быть огромным и достигать десятки и даже сотни километров в длину. Также он может вмещать в себя колоссальный объем груза. К примеру, можно создать объект размером в 400 километров, куда поместится все население нашей планеты. Разработчики аналога НЛО отмечают, что возможности такого летального аппарата безграничны. С его помощью можно отбивать метеориты, передвигать планеты и целые галактики. Кроме того летающую тарелку будет очень сложно сбить без специального оружия. Работает новинка не на топливе, а от электричества. К тому же с помощью нового летального аппарата. По словам разработчиков, время перелета до Марса можно сократить с года до месяца. Несимметричный конденсатор создает подъемную силу от подачи высокого напряжения. Именно по такому принципу работает и двигатель НЛО. Для того чтобы запустить этот летальный аппарат, топлива не требуется, достаточно электричества. На таком воздушном судне можно, по нашим расчетам, всего за месяц долететь до Марса, в то время как сейчас для этого требуется год, рассказал Эмиль Бекташев, сотрудник молодежной лаборатории по изучению эффекта Брума. Ученые утверждают, что необычный летальный транспорт в ближайшем будущем будет запушен в производство, ведь уникальная разработка очень заинтересовала представителей Минобороны России. На создание НЛО, по посчетам ученых, уйдет около трех лет. X-фестиваль «Наука-2015» проходит в Москве 9-11 октября. На нем ученые, студенты и различные компании представляют свои уникальные научные разработки в области авиации, автомобильной сфере, в областях робототехники, химии, физики, космонавтики, а также компьютерных 3D-технологий и дизайна.